всем здравствуйте давно не снимала никакого видео как и все коллекционеры фиалок занято пересаживанием списками поливом отправками предзаказов и так далее плюс еще в этом году у меня уже есть огород назовем его так поэтому конечно времени ни на что не хватает сейчас вот на видео хочу показать вам у меня сегодня было время я сняла со стеллажей часть своих деток фиала которые у меня растут на капиллярных матах в основном это менюшки и трейлеры тоже мини-трейлеры сейчас вот буду обрывать бутончики которые уже вот начали отцветать они чтобы не тянули силу у деток принципе я посмотрела например что растюшка уже цветет по сорту и мне достаточно потом я буду заниматься чистотой что мне в капиллярных матах не нравится это то что очень часто нужно за ними ухаживать вот видите вот если вам видно такой вот белый налет это вот налет от удобрений там частички торфа и так дальше скажу что я их недавно стирала это примерно месяц назад ну вот опять буду сегодня этим заниматься вернее сегодня все сниму хотя бы часть и буду их стирать конечно капиллярные маты для менюшек с одной стороны удобно что их можно так вот разместить красивенько все вам они растут как тарелочки все симпатичненько но очень сильно пересушиваются если где ты что-то пропустил то конечно вот я например могу сейчас показать вот сухой торф у меня такой вот фитилочек так я сегодня перчатках потому что буду сейчас заниматься этими страшными матами обычно я без перчаток хотя конечно девочки советую всем пользоваться перчатками потому что если вы возьмете микроскоп и посмотрите что живет в вашем грунте я думаю это вас сподвигнет одевать перчатки так что пересыхает конечно на матах очень быстро у меня одетки и вот маты сами по себе пачкается также могу сказать что мне лично неудобно на матах это например достать какой-либо сорт если это менюшки ладно там они все аккуратненько растут все замечательно но вот например вот здесь вот у меня такой вот набор скажем так здесь у меня химеры стандарты как-то что затесались и трейлеры сейчас буду обрывать вот те все увядшие цветоносы но вот например мне надо достать какую-то детку ну вот например там меня вот есть какой-то заказ да вот я ее нашла не мне все так палочки подписаны почему я подписываю палочками так удобно что так вот себе 1 1 1 полистала тебя сразу видно где что у тебя стоит если это будут какие-то этикеточки наклеенные бирочки на стаканчике то найти что-то будет просто невозможно так вот если не надо что-то достать то конечно очень сложно достать например какую-то детку не повредив соседнюю они очень сильно переплетаются то есть как бы изначально когда я высаживаю они все красивенькие аккуратненькие вот как примерно вот те менюшечки да вот менюшечку себе взял и у вас все замечательно никакая другая не повредилась всего себе это стали как бы и все а вот покрупнее уж детки у них переплетаются 7 листья и очень конечно тяжело что-либо достать ну так что вот так вот конечно пробуйте у всех свои условия выращивания своя температура агротехника освещение кому-то маты очень нравится я например стандарты на матах вообще не выращиваю у меня как и так получалось что какая-то часть растений была полностью сухая какие-то были залиты хотя все горшки были одного размера все у меня было по фэншую скажем так ну вот как-то не сложилось у меня также еще в этом году я переехала сейчас у меня огромное помещение которое я использую для фиалок я была очень рада что у меня есть такое большое помещение у меня там очень много окон очень светлая огромная и вот оказалось что зимой в этом помещении холодно ну как холодно где-то 19-18 градусов бывает 16 как бы из-за того что очень большое количество окон летом и даже лета еще не настало вот сейчас вот весна пусть на улице еще не так вот и жарко отопление мы еще не выключили и днем у моей как бы фиалочно доходят до 30 градусов соответственно мне пришлось снять все свои стандарты с фитиля потому что при таких огромных перепадах температуры это очень важно вы тоже запомните что нельзя чтобы были огромные такие колебания 10 градусов от самой низкой до практически критической температуры фиалки конечно на фитиле содержать нельзя у них сразу же загнивает корневая система слава богу мне всего одна фиалка у меня погибла от бактериоза я кстати не успела и сфотографировать у меня там был один бутончик сорт был ли антония ну уже как-то так стартер чекам он меня взял по сорт и я все-таки хотела шапочку сфотографировать ну ладно поэтому вот какая-то часть сейчас у меня на капиллярных матах стандарты я сейчас поливая индивидуально каждый в тарелочку ну не знаю буду что-то пробовать сейчас у девочки мне посоветовали поменять грунт буду пробовать расскажу вам о своих экспериментах а сейчас пойду заниматься менюшечками если у вас есть какие-то вопросы пишите спрашивайте скоро все это занесу на сайт менюшек в этом году будет очень много как-то у меня так понравилось мне в этом году укоренять менюшки поэтому будет достаточно много и менюшек и трейлеров я даже иногда подумываю отказаться от стандартов мне вот хочется что-нибудь такое вот интересненькое выращивать а еще хочу обратить внимание что вот у меня каждый контейнер поддон я не знаю пронумерован то есть я заношу когда высаживаю деток заношу сразу их себе в табличку мне так проще потом например бывает такое что какая-то детка например не прижилась или там погибла до всех бывает я мне проще и потом вычеркнуть чем каждый раз вот заново все переписывать вот сейчас все равно буду перепроверять конечно поливать стирать наводить порядке уже потеплела заходите на мой сайт фиалка мир там очень много красоты в этом году сделала много наборов много акций как то вот хочется не порадовать вас себя вот такой вот красотой это открытый пом務 jobs сном конечно мы уже не вернем妙е смотрите почему